Будем здоровы! Ход прививочной кампании обсудили на еженедельном совещании главы Чуваши и правительства республики. Кроме того, говорили о ремонте и содержании дорог, о проблемах отопительного сезона и поддержке образовательных учреждений. Обо всем по порядку в нашем сюжете. С каждым годом в Чуваши становится больше школ, которые входят в рейтинг лучших по стране. Педагоги предлагают поддержать общеобразовательные учреждения, которые добиваются высоких результатов. Глава республики с ними полностью согласился и поручил Минфину совместно с муниципалитетами при уточнении бюджета предусмотреть 16 миллионов рублей. По миллиону каждой школе списка лучших. Они поднимают деловой климат Чувашской республики. Доверие к образовательным процессам на территории Чувашской республики. Вот это очень важно. Все больше и больше школ от регионов Российской Федерации участвуют, чтобы мы не отстали. Одно дело добиться, а потом держать этот уровень очень сложно в этой конкурентной среде. Иначе мы можем отстать. На совещании обсудили освоение средств Дорожного фонда Чувашской республики. В этом году его объем составляет 4 миллиарда 235 миллионов рублей. Освоение средств в зависимости от направления от 36% на обеспечение дорожной деятельности до почти 70% на ремонт дворовых территорий. Руководитель Минтранса Михаил Резников отметил одно из проблемных направлений – ремонт мостов. Но и здесь есть подвижки. Конечно, мы сразу все мосты не сможем поставить на капитальные ремонты и ремонты. Но тем не менее, Ядренский мост мы завершаем. В октябре мы откроем все-таки движение второй полосы. Порецкий мост. Мы уже готовим конкурсную документацию на капитальный ремонт этого моста. И думаю, что в ближайшее время он будет отремонтирован. Михаил Резников сообщил, что все контракты, заключенные с Чувашевтодором и Уппородору Волга, аннулированы. До 1 ноября определятся новые подрядчики. И работы будут вестись активнее. Завершился первый этап вакцинации против гриппа. По сообщению Минздрава Чуваши, к этому дню привиты половина запланированных – дети, беременные женщины, призывники и другие группы. Активная работа по иммунизации против гриппа с охватом более 22%. Практически во многих населенных пунктах, во всех районах выполнена. Отстают, если можно так сказать, отстают некоторые районы, город Чебоксары. Но мы считаем, что это не критическое отставание. То есть в целом пока вакцинация идет нормально. О начале отопительного сезона читался Минстрой. В настоящее время к теплу подключены 99% всех многоквартирных домов. Ситуацию восставшихся необходимо держать под постоянным контролем, распорядился глава Чуваши. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика.